Примите, пожалуйста, поклоны. Слава Шри Пропаде. Спасибо большое, что Вы присоединились, несмотря на весенний период времени. Сегодня мы поговорим о Панчататва-мантре или Панчататва-маха-мантре, очень могущественной мантре, которой мы предваряем всякий раз повторение Хри Кришна-мантры. Много сегодня поговорим по поводу этой шлоги, этого стиха. Итак, Ши Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Ши Адвайта Гадата Ши Васади Говора Бакта Вринда. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Ши Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Ши Адвайта Гадата Ши Васади Говора Бакта Вринда. Безусловно, мы уже обсуждали и не один раз всех, вкратце, лично из каждого из участников Панчататвы. Итак, Ши Кришна Чайтанья, Господь Чайтанья, Ши Кришна Чайтанья, имя, которое Господь Чайтанья получил от Кешил Барки во время принятия Саньясы, встреченного в окладе жизни, Прабу Нитьянанда, Нитьянанда Прабу. Как мы говорили, когда обсуждали стих Панчататва Тукан Кришнам, Господь Нитьянанда – это Бакта Сварупа. Бакта Сварупа – это изначальная экспансия Господа в образе преданного. Господь Нитьянанда, Господь Нитьянанда, Господь Нитьянанда, Ши Адвайта, Адвайты Чайли, Бакта Аватара, также воплощение Маха Вишну, Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда, Господь Адвайта, представители Бишну Татв. И два других члена Панчатата представляют собой энергию Господа. Итак, Гададхара, Гададхара Шилпрупада, здесь долгая «а», вторая, часто говорим «Гададхара», а там нет ничего неправильного, когда мы поем, бывает сложно говорить «Гададхара», в зависимости от того мотива, на котором мы поем. Но Гададхара Шилпрупада особенно подчеркивал, когда Шилпрупада говорил Гададхара, особенно это было четко слышно. Гададхара Бандит – это проявление внутренней энергии Верховного Господа Антаранга Шатки. И Шиваса Ди Горбак Творинга. Шиваса Ади – здесь два слова. Шиваса Ади. Шиваса Ади. Шиваса – значит Шиваста Кур. Шиваста Кур воплощении на Аргамуни. Представитель, если так формально сказать, Джилла Татвы, пограничной энергии, лучший из ее представителей, совершенный представитель, в котором желание служить Господу проявлено в наивысшей степени. Ади означает Ади, вторая часть Ади означает и другие, и так далее. Буквально начинается Шиваса. Шиваса Ади. Начинается Шиваса. И кто же это начинается Шиваса? Это Гоура Бакта Вринга. Гоура Бакта Вринга – Гоура Господь Читанье. Гоуран – Того, чье тело имеется в этот цвет. Бакта – преданных. И Вринга означает собрание. Вринга множество скоплений, рой, большое число, большое количество. Вот, в частности, словом Вринга также называют, ого, сто тысяч миллионов. Иными словами, сто миллиардов. Сто миллиардов. Сто миллиардов – это Вринга. Итак, в последней строке мы приносим поклоны всем-всем Гоура Бактам, преданным Господь Читанье, начиная с Шиваса Токора. Лучшим из которых является Шиваса Токора, идеальный представитель всех преданных джиф господи Читанье. Как однажды сказал Шива Бактам, все живые существа являются вечным спутником господи Читанье. Мы все об этом помнят. Так, Ши Кришна Читанье, Прабу Нитьянанда, Ши Атвайта, Гадатхара, Шиваса и Гоура Бактам. Также хотел бы прочитать немного о том, что пишет Шива Бактам по поводу Панча Токора. Мантры Читанье Читанье Таврита отделило семь четыре. Эти пять татв нисходят вместе с Господь Читанье Махапрабху. И он с их помощью в великом блаженстве распространяет движение Санкирки. Ну, давайте прочитаем этот стих, с которого Филопрабхад тоже известный очень текст. Шиман Багава, с которого Шилопрабхад начинает комментарий. Кришна Варнам Киша Кришнам Санго Пангастра Паршадам Ягьяй Санкиртанам Прайяя Яджанти Хису Медасахрам. Киркали, разумные люди, будут поклоняться Господу и Его соратникам, совершая Санкиртанам Ягью. Багаватам 11.5.32. Ши Читанье Махапрабху всегда сопровождает его полная экспансия Ши Нитьянанда Прабху. Его воплощение Ши Адвайта Прабху, внутренняя энергия Ши Гадахара Прабху и его пограничная энергия Шиваса Прабху. Все они окружают его верховную личность Бога. Следует знать, что эти таттвы никогда не покидают Ши Читанье Махапрабху. Поэтому полное почтение, важно, полное почтение Ши Читанье Махапрабху выражают, повторяя следующую мантру. Ши Кришна Читанье Прабху Нитьянанда. Ши Адвайта Гадахара Шивас Иго Рабхата. Как проповедники движения сознания Кришны, мы прежде всего выражаем почтение Ши Читанье Махапрабху, повторяя мантру, обращенную к Панчататве, прежде всего. А потом произносим мантру Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. При повторении мантры Харе Кришна есть опасность и ваше 10 оскорблений. Но при повторении мантры Панчататвы Ши Кришна Читанье Прабху Нитьянанда Ши Адвайта Гадахара Шивас Иго Рабхата Вринда. Такой опасности не возникает. Ши Читанье Махапрабху известен как Махаваданьяя Аматара. самое милостивое воплощение, ибо он не принимает в расчет оскорбления, которое наносит ему обусловленные души. И еще раз Шилапрубада, в третий раз Шилапрубада повторяет, чтобы извлечь полное благо из повторения Махамандры Хари Кришна, Хари Кришна, Хри Кришна, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Ре. Нужно сначала найти прибежище к Шичитане Махамандры, повторять Махамандру Панчататвы. Интересно, Махамандру Панчататвы. А затем уже повторять Махамандру Хари Кришна. В этом случае результат придет очень быстро. Так, очень важно повторять, для того, чтобы обрести благо от повторения Мантры Хари Кришна. Недостаточно просто повторять. Важно найти прибежище у Панчататвы. Шичитане Махамандры другие члены Панчататвы. И это мы делаем, выражая, как мы это делаем, мы повторяем Мантры. Шичитане, Прополнить, Ананда, Ши Атвай, Кагадаткара, Ши Пасы, Никола Робакта. И возникает, конечно, логичный вопрос. Но, может быть, можно и другие имена повторять. Панчататвы или другие имена Кришны. Ведь все это, все это имена Бога, именно Его экспансии. Мы получим тоже несомненное благо. Да, но и да, и да, и нет. Пиши Лапарупада, далее, вот тоже важный, очень важный момент в комментариях, хотел бы подчеркнуть. Пиши Лапарупада пишет, есть немало бессовестных преданных, которые, пользуясь именем Шичитане Махапрабу, выдумывают собственные Махамандры. Иногда они поют Паджа, Нитайгора, Радышям, Харикришна, Харирама. Пиши Кришна, Чайтанья, Прабу Нитянанда, Харикришна, Харирама, Ши Радда, Иго, Винда. На самом деле, в начале следует произнести имена всех членов Панчатат. Пиши Кришна, Чайтанья, Прабу Нитянанда, Ши Адбай, Тагадат, Харашивас, Тигура, Бакта, Винда. И потом повторять 16 слов. Харикришна, Харикришна, Кришна, Кришна, Харикри, И Рама, Харирама, Рама, Рама. Ши Адбай, Павел, в четвертый раз этот небольшой комментарий снова повторяет. Вначале мы принимаем прибежище. Ши Адбай опять полностью прибудет Чайтанья, Махамандру, и Махамандру, и Кришна. А в конце Ши Адбай, Павел, комментарий говорит об этом в пятый раз. Чистые предности Чайтанья, Махамандру, предписывают нам сначала целиком повторять мантру Панчататвы, а затем Махамандру Харикришна, Харикришна, Кришна, Кришна, Харикри, Харикри, Рама, Харикри, Рама, 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 Харикри, Харикри. Я лично насчитал пять раз. Шилу Крупаду, в двух абзацах это повторяет. Если в ведах три раза повторяется что-то, это уже считается полная, абсолютная, абсолютная необходимость принятия этого безоговорочно, то пять раз. Вот такой интересный комментарий Шилу Крупаду. То есть нельзя выдумывать, нельзя выдумывать собственное мантры. Все это имена Бога. Шилу Крупаду подчеркивает, что важно следовать тому, что мы получили от отчаяниев. Как вот эту мантру Митайгора, Радышям, Харикришна, Харикри, Рам. Казалось бы, ну вообще идеальное сочетание, да, мы спутников, мы Госпочитание, Госпоментинанду и Рады Кришну соединили в одно и можем так, сэкономив время, быстро постичься. Нет, Шилу Крупада говорит, что это мошенники. Известный случай, когда эту мантру проповедовал как же мы называли Радыча Рандас Бабаджи в те времена, когда в Джиганатхапури в начале 1900-х годов, когда там были Шилы Бакистан и Шилы Бактинон и Токор, они вели, хотя этот, изначально этот Бабаджи был как бы, он дружил с Бактинон и Токором даже, но потом они разорвали отношения, Шилы Бакистан повел целую войну против Радыча Рандаса Бабаджи, когда тот стал проповедовать активно вот эту изобретенную им мантру. Идея в том, что мы исследуем мантры, мы повторяем мантры той же последовательности, как мы получили это чай. Интересно, что мы уже это говорили как-то, что эту мантру Шикришна Чайтани Прабуни Тянадаш Адвай Тагадатхара Шиласки Пора Бакта Вринда ее ввел в повторение Джиганат Дас Бабаджи. Джиганат Дас Бабаджи Шикша Гуру Шилы Бактин Алтакура. То есть именно он сделал акцент, что мы повторяем именно именно такую мантру, обращаясь к Панчататле. Мы можем просить благословения Панчататлы несомненно по-разному. Например, в восьмой главе Аделилы также автор получает приказ Гуруи Кришны. Например, Джая-Джая-Шикришна Чайтани Гаур-Чандра Джая-Джая-Парамананда Джая-Нитянанда Начинает Кришнацкий Вража Гасвами. В следующем стихе он говорит, продолжает Джая-Джая-Джая-Джая-Джая-Двайта-Чаря Кри-Па-Мая Джая-Джая-Гадатхара-Пандита-Махашари Но уже выражение почтения Чайтанда-Почитатва И, наконец, Шивасу-Токуру Джая-Джая-Шивасади Ята-Бакта-Ган Праната-Хая-Вандон Сабара-Чаран Я почтительно склоняюсь перед Шивасу-Токуру и всеми преднами Господа Я падаю нец перед ними и поклоняюсь Аклотус-Напстопам Выражение почтения Почитатве несомненно Но как бы воедино воедино все это сублимировал Джагнадас Бабаджи введя повторение именно вот такого обращения к Почитатве Ши Кришна Чайтанья Прабудни Кинадаши Аплая-Тагадатхара Шивас Негора Барта Римбад Иногда преднами говорят что эта мантра да, она в Читании Чаритамрити и даже говорят она много раз повторяется в Читании Чаритамрити Нет ее нет в Читании Чаритамрити этой мантры Шилапруббадам постоянно повторяет в комментариях но непосредственно в Читании Чаритамрити или в Читании Багавити насколько я знаю ее нет но один из Ачариев Шилапруббаджи он сделал именно такое обращение к Почитатве Кстати комментарий к этому стиху 8.4 Шилапруббады пишут Кришна Скайраджига с вами учит нас в первую очередь выражать почтение Панчататве Ши Кришна Чайтани Махапрабу Нитянанди Прабу Адвайта Прабу Гададхари Прабу А также Шиваси Прабу и всем другим преднам Вы должны строго следовать этому правилу выражать почтение Панчататве описанной в мантре Ши Кришна Чайтания Прабу Нитянанди Шья Двайта Гададхари Шиваси Прабу Перед началом любой проповеди и особенно перед особенно перед пением и повторением Махапрабу Кришна а именно Кришна 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 Хари Рама Хари Рама 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 Хари Нам следует произнести именно Панчататвы выразить им свое почтение вот что что же еще добавить особенно перед пением повторения Махамад по-моему еще в 24 статусе Ши Кришна Намакары аппарат Харадычары Кришна Балилая аппарат Харадычары Махарады Карава по поводу оскорблений может быть кто-то также прочитает Маджа Оксана могли бы прочитать пожалуйста этот абзац Харикришна конечно могу принять пожалуйста перед повторением Махамантры Харикришна очень благоприятно произносить имена Шри Кришна Чайтанья Прабынтинанда поскольку благодаря повторению этих двух святых имен человек немедленно погружается в экстаз и освобождается от оскорблений которые могут быть допущены им при повторении Махамантры Харикришна спасибо то есть это обращение к Манчатат и помогает нам так же ну как понятно осознанное обращение принять у них предбежище позволяет нам помогает помогает нам избегать оскорблений при повторении Махамантры еще в 31 тексте конечно очень много цитат 31 текст если человек пусть и с небольшой верой произносит цветы именно господи читания и нитянам и читания и нитянам он очень быстро освобождается от всех оскорблений поэтому как только такой человек начинает повторять Махамантры комментарии мне что-то я хотел здесь выделить ну давайте еще прочитаем вот здесь последний абзац пишу аджи про Бог удобно ли вам прочитать удобно ли вам прочитать арик кришна мои поклоны примите да нормально удобно что читать а вот здесь тут надо отметить что святые имена господа кришны и гаурасундары одинаково тождественной верховной личности бога поэтому неправильно считать одно из этих имен более могущественным чем другое однако принимая во внимание положение людей этого века можно сказать что повторять имя Шри Чайтани Махапрабу важнее чем Махамантру Харе Кришна поскольку Шри Чайтани Махапрабу самое великодушное воплощение господа и его милость легко доступна поэтому вначале необходимо найти прибежище у Шри Чайтани Махапрабу повторяя Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Кададхара Шри Васади Гаура Бактавринда тот кто служит Гаура Нитьянанде освобождается от такого материального существования и обретает способность поклоняться Божеству там не видно о простите сейчас я покручу Божеству там осталось буквально Радхи Кришна спасибо да очередной раз Шилапрупада говорит здесь о важности предварения повторения Харе Кришна Махамантры Панчататтва Махамантры но интересный также момент Шилапрупада здесь говорит более могущественная мантра может тогда возникнуть вопрос может быть тогда мы ее должны повторять или петь только ее может такой возник вопрос интересно я искал может быть высказанный Шилапрупада по этому поводу сейчас если да две беседы по сути но я фрагмент может быть скажу из второй разговор во Времдаунском саду 6 сентября 76 года но суть в том что ученики Чаран Равиндам ученик он пытается сказать Шилапрупаде о том что так или иначе Парупада вы написали в читании Чаритамрити что имя что Чайтанья Махаманта Шикришна Чайтанья Прабхуни Тянанда не принимает то есть ее повторение вообще как бы нет оскорблений нельзя совершить оскорбление поэтому в Калиюгу это более благоприятно Парупада отвечает оскорбление состоит в том что мы не следуем тому что говорят о чаре если вы не следуете вот это оскорбление Гуру Раваги вот это оскорбление нет оскорблений повторять имена Гаура Нитай но и если наши предшествующие гуры повторяют Шикришна Чайтанья Прабхуни Тянадаши Адвайта почему мы должны что-то еще изобретать это Гуру Раваги такое одно из третье третье оскорбление святого имени итак даже если нет Апаратхи поскольку наш Гуру Кавираджи Госвами сказал что дал нам наставление петь то что сказал нам Гуру мы должны этому следовать я проследил так или иначе важно следовать тому что говорит нам Гуру мы не должны мы не должны как сказать отклоняться это обскорбление будет Гуру Раваги Шути Шастра Нин Данам вот и ученик настаивает что так вы же сказали что если мы будем просто слушать Шикришна Чайтанья Прабхуни Тянада и Прабхуни Тянада перебивает да нужно повторять просто Шикришна Чайтанья Прабхуни Тянада почему вы хотите что-то еще повторять ученик нет вы же сказали что более благоприятно повторять слушать слушать панчататва мантру чем Харе Кришна мантру это еще более благоприятно Прабхуни Тянада говорит да мы вот тут важный момент мы приходим Харе Кришна через Гаура Нитай Нитайр Корона Хабы Браджа Рада Кришна Пабы принцип такой что не пытайтесь что-то изобрести вы не обладаете никаким опытом если вы что-то сами изобретаете это оскорбление просто повторяйте с тем простым что я вам дал Харе Кришна А я знаю одного преданного который повторяет панчататва мантру на четках вот и Прабхуни Тяньр говорит кто Акшенанда говорит вот этот парень Ричард на Радакунде Прабхуни Тяньр это следствие плохого общения это поэтому я и говорю что они не должны следовать этим Радакунда Бабаджи Нара Кунда Бабаджи не Радакунда а Нара Кунда Бабаджи говорит Шилл Пабхуни Тяньр они курят биди я видел сам вот то есть смотрите да большим могуществом обладает панчататва мантра тем не менее мы должны понять как сам Шилл Пабхуни Тяньр применял это высказывание что мантра более могуще она более могущена в том смысле что да она активирует она призывает милость Гаурни Тай и мы тогда можем обращаться к Верховному Господу через Кари Кришна Махамантру все наши ачарии повторяли Кари Кришна Махамантру и рекомендовали давали наставление перед этим повторять перед этим повторять Джайши Кришна Читани Прабхуни Тяньр Шилл Пабхуни Тяньр Шилл Пабхуни Тяньр Кататка Рашибаски Гуарабхата Вринька мантра более могущественная но тем не менее повторяем на четко мы мантру Харе Кришна но мы предваряем мы перед этим обращаемся к могуществу Панчататвы призываем их стараемся призвать их милость и затем уже повторяем на четко Махамантру Харе Кришна потому что таков процесс который нам пришел по цепи ученической приемственности Интересно да в стихе в комментариях стиху 8.4 Шилл Пабхуни Тяньр что перед началом любого как Шилл Пабхуни Тяньр перед началом любого мероприятия да вот здесь сейчас перед началом это здесь было ну ладно неважно мы читали что перед началом любого мероприятия прополитической программы следует призывать милость Панчататвы Шилл Пабхуни Тяньр также говорил что нужно повторять перед точнее петь перед Харе Кришна Махамантой 3-4 раза это нормально пропеть мантру Ши Кришна читание про Панчататвы 3-4 раза часто задают вопрос должны ли мы после каждого круга мантры когда мы повторяем и на четках повторять эту мантру Панчататва Махамантру и Шилл Пабхуни никогда такого не говорил и даже в записи Джапы когда мы слушаем как Паб Парупада повторял Джапу мы не слышим как он повторяет после записи полностью 16 кругов про Шилл Пабхуни Поправьте меня если это не так Шилл Пабхуни этого не делает кто-то из учеников Шилл Пабхуни давал семинар вещи которые высказывания Пабхуни которые он никогда не говорил как-то так назывался семинар и одно из этих положений было как раз что никогда Шилл Пабхуни не говорил что после каждого круга Шилл Пабхуни говорил что благоприятно перед пением Киртана повторять Харе Кришна Панчататва Махамандру интересно хочу также этим поделиться я недавно в который раз переслушивал семинар Джайдвайта с вами стандарты Киртана и Джайдвайта с вами говорит что да Пабхуни Пабхуни рекомендовал 3-4 раза повторять Панчататва Махамандру перед воспеванием Харе Кришна Киртане но Пабхуни не говорил что это обязательно делать при повторении на четках даже так можно возразить вот мы сейчас читаем читание Чиритамрити но Шилл Пабхуни не пишет что мы должны повторять перед повторением на четках несомненно это благоприятно но такого наставления непосредственно нет правда нет ничего плохого потому что мы это делаем естественно но Джайдвайта с вами говорит что Шилл для тех кто понимает понимал был близок со Шилл Парупадой они понимают что когда Шилл Парупада говорил о том что нужно вначале повторять он имел ввиду перед Киртаном еще раз скажу нет ничего плохого потому что мы повторяем это перед перед Джаппы но мы не делаем этого как бы нет такого наставления делать это после каждого после каждого круга Махамады нет в этом ничего плохого но важно поймать вот эту ноту Шилл Парупада в этих комментариях что мы не должны что-то изобретать очень важно очень важно сохранить чистоту чистотого процесса потому что Шилл Парупада дал практику достаточно простую и Киртани Парупада много раз множество раз говорил только Шикришна читания Прабуни Тянанда и затем Харикришна Махамады этого достаточно если это Мангаларати это Гурваштыка молитва Самсара потом Шикришна читания Прабуни Тянанда Харикришна все Прабуни Нет необходимости петь Джая Джая перечислять именно всех божеств во всех храмах еще раз Чарьев повторять что очень благоприятно но нет процесс таков каков дали нам Чарьев сохранить его в таком виде как нам дал именно Шилл Парупада это очень важно Замеку прошло уже больше чем полчаса Пожалуйста какие здесь вопросы замечания дополнения потому что мы сегодня говорим Паджи Тарангахши пожалуйста Харикришна спасибо большое вопрос у меня Панчататвик я слушала в записи вашу встречу с Бриджабаси Прабу очень интересную да и скажите пожалуйста вот он когда говорил об Атвайта Ачаре он сказал что воплощение Вишну но я где-то слышала что это еще и саду Шива саду Шива да это совместное воплощение совместное воплощение говорится что это совместное воплощение сада Шивы как бы изначальной формы Шивы и Атвайта и Маха Вишну и Маха Вишну я не знаю где используется откуда эта история она есть ну она часто упоминается что однажды а может быть и вне времени не знаю сада Шива и Маха Вишну встретились и проливали слезы по печальной судьбе жителей вселенных а может и многих вселенных которые не забыли про Бога так или иначе Адвайта Чария их совместно в результате Адвайта Чария проявился как совместно Харе Кришна спасибо большое Харе Кришна и спасибо за эту встречу с Бриджабаси Прабу спасибо большое Харе Кришна благословите что Бриджабаси Прабу еще согласился у него очень напряженный график я пробую с ним договориться на следующей неделе что было было такое ощущение что он счастлив не меньше нас у него у меня тоже было такое ощущение и все так сказали да Харе Кришна спасибо большое спасибо пожалуйста есть еще замечания наполнения Харе Кришна можно вопрос пожалуйста я я я я поняла то что Шириллаппады говорили о том что мы не должны отходить от того что он говорил про Харе Кришна Махамандру но если тот преданный который читал Панчетатву может быть он так сближался с господом Чайтане и почему он его назвал негодяем в таком случае мы же должны приблизиться к Господу мы должны приблизиться сначала к Господу Невсинанде потом к Господу Чайтане а потом уже к Кришне и таким образом может он сближался с господом Чайтане и читал Панчетату Махамандру или я что-то неправильно поняла хороший вопрос нет ничего плохого конечно в том что мы повторяем повторяем Панчетату Махамандру еще скажу когда Шила Прупада говорит негодяй Шила Прупада использовал часто это слово рэскал но это такое это была тоже особая милость особая милость Шила Прупада когда он называл так учеников в этом может быть даже не негодяй а мошенник скорее вот так но в разных ситуациях это может быть было было по-разному ну оскорбление в данном случае в том что есть тем не менее тем не менее есть процесс которому мы следуем на определенном этапе поначалу безусловно благоприятно мы можем повторить любые имена Бога любые имена Бога но если мы примыкаем к какой-то духовному течению то есть процесс есть наставление как именно как именно мы это должны делать таким образом мы именно это должны делать и Шилопрупада тут дает совершенно конкретное наставление Шилопрупада также тут еще один просто момент примешивается именно в этой истории которую я прочитал уже начинаю думать может быть не стою этого дел Шилопрупада многократно предупреждал учеников никуда не отходить от Искона не идти особенно преждевременно на Радакунду и там общаться с Бабаджи Шилопрупада очень и очень это очень и очень это просил и поэтому так велика опасность опасность вот таких отклонений спасибо спасибо вам спасибо вам за вопрос ну так же были случаи когда преданные приезжали в Маяпур залазили на дерево и там начинали повторять 300 тысяч имен как Редаста Кур 192 круга вот и Шилопрупада говорил то же самое он то же самое говорил что это неправильно Шилопрупада говорил надо попытаться вернуть если человек упорствовал Шилопрупада но он должен был выразить свое мнение насколько я понимаю что это неправильно это это мошенничество это искажение процесса почему они не приходят в храм и не поют вместе с нами почему почему так мы же совместное движение желание вот таким образом выделиться ну ни к чему хорошему насколько я знаю все эти преданные они потом просто они уходили из движения может быть они оставались на какое-то время на Радакунде но потом ну были точно случаи когда они потом просто все бросали и пускались во все тяжкие поэтому эта история призвана показать насколько я понимаю насколько все-таки важно следовать процессу ничего не изобретать ничего вот это вот это Шилопрупада неоднократно говорил наша западная привычка что-то изобретать погубит нас с небольших каких-то отклонений начинаются начинаются большие вспомним что преданные начали изобретать вот в Нью-Вриндаване вскоре после ухода Шилопрупада какой-то микс из многих религий такой микс службы как сказать из движения Хари Кришна и христианской при естественно колоссальном уважении к обоим этим течениям но пытаться это смешать это уже было по-моему такое слишком выражать почтение да но смешивать самим что-то изобретать сложно я помню что когда я только познакомился с преданами Хари Кришна я не мог вообще повторять Хари Кришна Махаман он мне не получалось мне начинало что-то душить кому к горлу подступал не знаю какие-то оскорбления или что-то но я не мог повторять но я быстро запомнился Кришна Чайтане Прабуни Тянанда продолжение было для меня слишком сложным я повторял я повторял Кришна Чайтане Прабуни Тянанда Кришна Чайтане Прабуни Тянанда как-то я заметил что меня это очень как-то успокаивало вот так что очень-очень благоприятно но если мы уже начинаем мы стараемся приступить к процессу Баджина Кри следование а это подразумевает следование так как нам говорят так нам говорят старшие если у кого-то есть возможность очень рекомендую послушать вот этот семинар он только на английском не знаю переведен не уезжают два это с вами если набрать стандарты Киртона стандартов Киртона очень хорошая семья разбирает вот эти все ситуации в том числе как мы должны петь правильно гурваш таку мерсим хапранаму ну я думаю что об этом еще поговорим когда мерсим хапранаме когда будем разбирать эту молитву спасибо Маташа Оксана Маташа Шишфримата пишет как правильно делать удаление в имени Гададхара ну номинально по правилам санскрита мы выделяем долгие слоги поэтому в санскрите нет понятия ударения но есть понятие сильный слог и слог который содержит долгую букву он является сильным мы его выделяем мы его выделяем как в данном случае Кададхара в слове Адвайта Адвайта например здесь да есть Ай Ай также считается долгим Ай это считается сильным это слог удар Адвайта но на А мы тоже делаем определенное удаление поскольку правило такое по-моему мы тоже как-то об этом говорили что если после гласной идут две согласных в данном случае Дв то Адвайта то есть как бы два слога выделяются Адвайта в слове Гададхара мы выделяем только один слог Гададхар Шивасади Гоура Бакта Вринда Вринда оба равнозначны Р и А Бакта вот в слове Бакта совершенно четко мы выделяем Бакта ну это не так ну да действительно лучше делать как Шивасади очень четко повторял Гададхара Стараться по крайней мере насколько возможно понятно что мы не способны произносить центральный стрит но стараемся по крайней мере все возможности спасибо если еще может быть какие-то дополнения замечания во вторник тогда мы поговорим естественным образом немного о Харикришне Махамандре понятно что эта тема такая даже это одно из оскорблений святого не давать толкования но мы не будем заниматься толкованиями мы прочитаем несколько фрагментов с комментариев Шилл Палпада именно по поводу самого по поводу по поводу который составляет Харикришна команда это будет во вторник как обычно в 8 утра спасибо большое за ваше внимание и терпение желаю всем удачного весеннего дня осознание кришна до встречи Банчак спасибо Банчак